Добрый день, уважаемые коллеги. Если говорить вообще про частоту встречаемости осложнений со стороны печени, то, конечно, она уступает по частоте осложнениям со стороны кожи, со стороны органов эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. Достаточно большой диапазон в работах приводится, но в среднем это 3-10%. Но вопросов на самом деле много, и на сегодняшний день даже точно механизмы развития иммуноопосредованных осложнений со стороны печени точно неизвестны. Определенная путаница с терминами тоже существует. Если мы посмотрим результаты клинических исследований, вот та информация, которая по переносимости обычно публикуется, в каких-то исследованиях есть упоминания на подъем АСТ, ЛТ, но нет данных про гепатиты, в каких-то гепатиты выносятся, как отдельное нежелательное явление. То есть на самом деле эти частоты очень условные имеют значение, потому что на практике мы можем встретиться с этими осложнениями у любого пациента и независимо от того, какой препарат иммуноонкологический он получает. Но некоторые все-таки здесь нюансы тоже есть. Уже нам понятно, что, во-первых, комбинированная иммунотерапия, а сейчас появляются уже и комбинации с другими препаратами. Конечно, комбинированная иммунотерапия может давать более частые и более тяжелые осложнения. И также некоторые локализации. В случае сегодня считается, что при локализации опухоли в желудочно-кишечном тракте и в печени частота осложнений со стороны печени выше. По значимости, конечно, тяжелый гепатит – это потенциально фатальное осложнение, поэтому значимость осложнений именно печеночных не подлежит никакому сомнению. Ну и вот мы можем посмотреть по частоте именно фатальных нежелательных явлений, регистрируемых при использовании различных иммуноонкологических препаратов. Все-таки наиболее часто смертельно опасные гепатиты встречались именно при комбинированной иммунотерапии, это анти-ПД-1 и анти-Си-Си-Л-1. До 22% доходила частота смертельных осложнений. Ну, поэтому, конечно, очень большое внимание этой проблеме следует уделять. На всем протяжении лечения пациентов иммуноонкологическими препаратами и даже после окончания этого лечения оценка функции печени должна проводиться. При этом подъем печеночных ферментов, ведь это очень такое состояние, которое следует с большим спектром заболеваний дифференцировать. Это тоже нам понятно. И, наверное, печень, как никакой другой орган, реагирует и на то, какие особенности питания у наших пациентов, особенности их взаимоотношения с алкоголем, какие... Ну, на самом деле тут такого смешного ничего нет, потому что, в общем-то, не так часто, когда мы пристально выясняем у пациента перед началом иммунотерапии, а, собственно, как вот, ну, какая традиция, да, у него. Обычно это, ну, по крайней мере, раньше это вообще в стороне находилось, да, но согласитесь, что вы не... Ну, в целом спросите, там, злоупотребляете, не злоупотребляю, не злоупотребляю, ну, прекрасно. А вот это понимание злоупотребления и не злоупотребления, оно ведь у всех очень сильно различается. Поэтому вот, учитывая вот именно этот вид осложнений вот здесь, все-таки взаимоотношения с алкоголем, надо более подробно выяснять и объяснять пациенту, что все-таки, если планируется проведение терапии иммуноонкологическими препаратами, то, в общем, наверное, имеет смысл, ну, до минимума, да вообще, до возможного минимума это исключить. Ну, потом мы знаем, что практически любой препарат, который пациент получает, также может определенным гепатотоксичным действием обладать. Что сегодня известно, что пациенты с предшествующими заболеваниями, в частности, циррозом печени, жировым гепатозом, могут иметь повышенный риск развития иммуноопосредованных гепатитов или токсичность со стороны печени. Ну, и тоже я, безусловно, поддерживаю вот эту идею о том, что пациенты с заболеваниями печени также должны находиться под наблюдением специалистов мультидисциплинарной команды. И здесь не всегда удается нам, онкологам, справиться вот с таким видом осложнения, потому что если это классический вариант, скажем, иммуноопосредованного гепатита или подъема ферментов, который прекрасно отвечает на терапию стероидами, то, как правило, проблем никаких нет. А вот если все-таки это и тяжелые формы поражения, и рефракторность стероидам, то здесь, безусловно, мультидисциплинарная команда должна быть обязательно. Просто гепатологи, так же, как и врачи всех других специальностей, должны быть информированы, естественно, о особенностях действия именно иммуноопосредованных препаратах. Ну, и он все-таки в большинстве случаев, и по нашему опыту, и по данным литературам, мы знаем, что этот вид осложнений хорошо поддается купированию стероидами, но при этом тоже должны помнить, что все-таки существуют стероидорефрактерные пациенты или состояние, и здесь возникает необходимость использования дополнительных препаратов иммуносупрессорного типа. Ну, в классическом варианте все-таки, как правило, вот эти подъемы печеночных ферментов и билирубина, как правило, бессимптомные. При этом тоже мы должны помнить, что все-таки нередко, кроме подъема непосредственно трансаминаз, может сочетаться этот подъем с подъемом щелочной фосфатазы и гамма-глутамин-трансферазы. Во всех наших учреждениях очень разный, скажем, диапазон тех тестов печеночных, которые поддерживаются лабораторией и которые мы можем проводить по системе ОМС. В общем, об этом надо помнить, потому что сегодня уже показано, что если происходит одновременный, ну, про подъем одновременной АСТ-ЛТ и билирубина мы с вами все хорошо знаем, но если подъем АСТ-ЛТ сочетается с подъемом щелочной фосфатазы или гамма-ГТ, то тяжесть этого состояния следует оценивать уже немножко по-другому. И еще я должна сказать, что вот сегодня, конечно, очень, ну, не критики, но все-таки критерии CTC разрабатывались в первую очередь для осложнений со стороны химиотерапии, и поэтому они могут не отражать, вот, скажем, уровень аутоиммунного поражения или иммуноопосредованного поражения печени с подъемом, скажем, печеночных ферментов или других ферментов. Поэтому, в общем, вот здесь тоже должна быть комплексная диагностика и, наверное, неправильно ограничиваться при проведении терапии иммуноонкологическими препаратами только, скажем, стандартным набором, там, АСТ, АЛТ и билирубин. Лихорадка, ну, достаточно редко встречается, но, тем не менее, при тяжелых осложнениях она может быть. При, на КТ и МРТ мы тоже, в общем, таких особых специфических признаков не видим. Может быть, да, гепатомигалия, может быть, отек, может быть, увеличение лимфоузлов, могут быть дистрофические изменения печени, но, тем не менее, важность этого обследования, она, безусловно, потому что, в том числе, она и другие причины нам позволяет подъем печеночных ферментов исключать. И если мы увидели гепатит или, ну, осложнение со стороны печени, то это не значит, что у пациента никаких других осложнений аутоиммунных может не быть, поэтому, поскольку описано сочетание гепатита и с другими иммуно-посредственными, нежелательными явлениями. Сроки тоже, в общем, достаточно варьируют. В литературе приводятся данные 6, и 14, и 25 недель медиана начала, но тоже мы при этом знаем, что и после одного-двух введений мы встречаемся с подъемом, в том числе, и печеночных ферментов. И важно еще помнить, что это тоже тот вид нежелательных явлений, который может развиваться и после отмены иммуно-онкологических препаратов. Морфологические особенности. Здесь, в общем, тоже есть и определенные, скажем, уже новые знания, при этом мы понимаем, что, конечно, дифференциальная диагностика, в том числе и морфологическая, она тоже очень и очень непроста, и от морфолога требует таких более широких знаний, в том числе и особенностей различных других поражений печени, в том числе и аутоиммунного гепатита. Но считается, что наиболее часто для именно иммуно-опосредованных гепатитов характерны вот такие панглобулярные гепатиты со смешанным инфильтративным воспалительным инфильтратом. Другим типом поражений является центролобулярный гепатит, так называемая зона 3. А вот редко встречаются билярные повреждения, то есть мы не видим непосредственно изменений в печени, а есть вовлечение билярной системы, причем воспалительные инфильтраты могут быть, а могут и не быть. И вот под тем, описанным в литературе, достаточно редким наблюдением, но тем не менее, в общем, уже известно, вот именно такой тип, он, как правило, ассоциируется с рефракторностью к стероидам. И в этой ситуации дальнейшее увеличение дозы стероидов, как мы делаем иногда, если не видим ответа на низких дозах стероидов, в этой ситуации, скорее всего, не будет работать, и поэтому роль биопсии печени, она встает. Конечно, понятно, что это инвазивная процедура, и она требует, безусловно, оценков риска выполнения, и, так скажем, пациенты, например, с кагулопатиями, с асцитом, имеют более высокий риск получить какие-то осложнения со стороны печени, но важность ее именно помочь в дифференциальной диагностике. У каждого ли пациента с подъемом печеночных ферментов надо прибегать к биопсии? Конечно, нет. Но вот эти показания, как правило, в разных работах, они существенно, в общем, различаются. Но, тем не менее, все-таки, если мы встречаемся, большинство, по крайней мере, авторов с этим согласны, если мы встречаемся с тяжелыми поражениями печени, а именно третьей и четвертой степени, если это не очень большой перферментов, скажем, вторая степень, но длительность этого нежелательного явления 3 и более дней, при том, что мы адекватно лечим стероидами наших пациентов, пациентов нет данных за вирусный гепатит, то это тоже может быть рассмотрено как основание для проведения биопсии печени. Ну, я уже сказала, что очень широкий спектр заболеваний, с которыми нам надо дифференцировать в каждом случае ситуацию. Прежде всего, это, конечно, вирусные гепатиты. И здесь мы уже при подозрении на вирусный гепатит мы уже таким минимальным диагностическим набором не ограничиваемся. Мы смотрим уже более полную сирологию, в том числе антитела, не только к поверхностному, но и к ядерному антигену. Нам уже надо и вирусную, и ДНК, и РНК вирусов определять. Там в некоторых ситуациях описана связь, вернее, описаны гепатиты, вызванные не вирусом гепатита, а вирусами цитомигаловирусным или вирусами Эпштейн-Бара. То есть об этом, в общем, тоже надо помнить. И в каких-то таких сомнительных, непонятных случаях и эту вирусную теологию тоже исключать. Конечно, здесь консультация гепатолога нам очень нужна, потому что если это впервые выявленное состояние или пациент страдает хронической формой гепатита, то необходимо определить показания для лечения вирусного гепатита. Но сегодня все-таки вирусный гепатит не является таким однозначным противопоказанием для проведения терапии иммуно-онкологическими препаратами. Тем не менее, все-таки существуют опасения, что иммуномодуляция, которую вызывают иммуно-онкологическими препаратами, она может у пациента, казалось бы, со стабильным исходным состоянием гепатита, может увеличивать вирусную нагрузку, и также может происходить реактивация вирусного гепатита на фоне иммуносупрессии, которая вызывается назначением иммуносупрессивных препаратов. Но у ряда пациентов возможно перед назначением, скажем, с высоким уровнем нагрузки, возможно проведение противоспецифического противовирусного лечения, но в принципе однозначно отказать пациенту, имеющему гепатит, конечно, если он не сопровождается выраженным нарушением функции печени, мы не должны. И более того, буквально 3 дня назад нам прислали пациента, представьте себе, с метастатической меланомой, причем впервые выявленной, то есть у пациента первичная опухоль, в общем такая махровая на коже, у пациента метастазы в легких, у пациента метастазы в селезенке, в лимфоузлах, при этом у него есть гепатит B хронический и еще и ВИЧ-инфекция, по поводу которой он получает вот эту антиретровирусную терапию. Ну, конечно, здесь вопрос о назначении. Да, при этом у него еще нет мутации, и, в общем-то, мы понимаем, что единственным для него, наверное, в этой ситуации возможной опцией лечения являются антипедиантитела. Конечно, некомбинированная иммунотерапия, но, в общем, здесь нам пришлось очень долго и с вирусологами советоваться, и с гепатологами советоваться. Ну, вот, все-таки консилиумно мы дали такую рекомендацию, антиретровирусную терапию он продолжает получать. Гепатологи нам рекомендовали на сегодняшний день, вернее, ну, определили, что на сегодняшний день ему не нужна терапия, направленная на вирусный гепатит. Ну, естественно, что должен быть очень четкий контроль и вирусной нагрузки, и оценка функции печени. Ну, вот таких явных, однозначных показаний мы не нашли, и терапию ему на рекомендацию такую выдали. Ну, вопрос, поддержит ли наш лужеколлеги на месте, куда он с этой рекомендацией обратится, но, тем не менее, понимаете, казуистика, все-таки такие пациенты тоже встречаются. Второе состояние, с которым тоже надо дифференциальный диагноз проводить, это аутоиммунный гепатит. Ну, здесь может быть немножко легче, потому что все-таки для аутоиммунных гепатитов, как правило, характерны подъем специфических антител, это антиядерные антитела, антитела гладки мышцам, некоторые другие, иммуноглобулины, что практически не встречается при иммуноопосредованном гепатите, вызванном иммуноонкологическими препаратами. Ну, а морфологически это, как правило, лобулярный некроз без признаков вовлечения желчных путей. Ну, также и здесь мы видим инфильтраты из лимфоцитов и плазмоцитов. Другие состояния, в общем, возможно, более редкие, но тем не менее, то, с чем мы можем столкнуться, я уже сказала, что практически любой лекарственный препарат может вот такую реакцию со стороны печени вызвать. Ну, есть классические препараты, которые ассоциируются с гепатотоксичностью, это, скажем, ацетаминофен, паразотамол, и комбинированные препараты, это диклофенак, это антибиотики, нитрофураны, метилдопа, статины, химиотерапия, таргетная терапия. Полный список, вот я нашла такой ресурс, который здесь указан, там дается информация обо всех зарегистрированных лекарственных препаратах и также степень их вот такой потенциальной гепатотоксичности, поэтому тоже, в общем, можно какую-то справочную информацию получить. Про алкогольный гепатит я уже говорила. Какими еще причинами, ну, какие тоже другие состояния мы должны исключать. Ну, это, прежде всего, метастатическое поражение печени, причем это может быть и как гиперпрогрессия. Отдельные пациенты описаны в литературе, и мы тоже так не очень часто, но все-таки встречаемся на практике. Но и псевдопрогрессия тоже может давать похожую картину. Редкие ситуации с синдромом, синусоидальной обструкции, например, тромбозы. Хочу обратить внимание на то, что миозиты и рапдомиолиз также может давать значительный рост АЛТ. Поэтому вот при таком подъеме, скажем, АСТ, мы должны не только о патологии со стороны печени думать, но и о возможных других иммуноопосредованных, нежелательных явлениях. Ну и вот тоже наш пациент столкнулись, в общем, тоже с такой достаточно нетипичной ситуацией. Он и начал это заболевания тоже было непростое. Значит, пациент проходил контрольное обследование, и вдруг на рентгене у него выявляют узловое образование в правом легком, выполняют биопсию и находят там метастаз меланомы. Первичный очаг не найден, пациент осмотрен, история, анамнез изучен, первичного очага нет, бераф мутации не определяется, при дополнительном обследовании выявлены еще костные метастазы. И поскольку на тот момент у нас клиническое исследование проходит, комбинация отезолизумаба и кубометиниба, для пациентов с бераф мутацией дикого типа мы включаем пациента в это исследование. И нам сказать, что вот по июль, ну практически год, он прекрасно переносил эту комбинированную терапию из-за нежелательных явлений, ну и небольшая сыпь такая вот интермитирующая, ну и по сути дела больше ничего. Хотя вот в этом протоколе мы как раз-таки очень тщательно спрашивали пациентов о их истории взаимоотношения с алкоголем. Это был такой интерес в рамках исследования. И этот пациент честно сказал, что да, был такой период, в общем, когда он, ну так скажем, злоупотреблял крепкими напитками, но последние несколько лет он алкоголь не употребляет. Ну и короче, все у нас было хорошо. Вот до конца июля, когда пациент отметил появление дискомфорта и умеренную боль в эпигастральной области, и при биохимическом анализе крови, в общем, мы увидели достаточно значительный подъем, как вы видите, АСТ, АЛТ. Билирубин у него в норме оставался, очень выросла липаза. Все эти анализы мы в течение года контролировали ежемесячно, и ранее никаких подъемов не было выявлено. Также увеличилась амилаза и липаза, ну и был лейкоцитоз. Что оказалось при обследовании? При КТ, а затем по данным МРТ мы это подтвердили. Ну, во-первых, у пациента был диагностирован острый холецистит. Камней в желчном пузыре не было, но, в общем, видно, что такая стенка желчного пузыря утолщена, инфильтрирована, перевизикальная клетчатка инфильтрирована. Дальше есть признаки холонгита, и в левой доле печени наши рентгенологи описали множественные участки. Я не знаю, ну, в принципе, тут, в общем-то, видно. Это вот эти вот участки. В центре с незначительно расширенными протоками было описано расширение желчных протоков, и заключение было острый холецистит, холонгит и формирование холоногеогенных абсцессов печени. Ну, естественно, что, в общем, тоже мы эту ситуацию рассматривали консилиумом врачей. И, в общем, учитывая вот такую рентгенологическую картину, ну, посчитали, что, в общем, вот все те изменения биохимические, которые мы увидели, что все-таки они в меньшей степени связаны с аутоиммунным поражением, а, возможно, являются вот отражением того воспалительного процесса, который у пациента есть вот со стороны желчного пузыря и гепатобилиарной системы. Ему была назначена, естественно, антибиотикотерапия с ульпирозоном. В течение месяца он получал это лечение, и, естественно, мы контролировали биохимические показатели крови, вот биохимические показатели очень быстро пришли в норму. Вот на МРТ через месяц антибактериальной терапии мы тоже увидели, ну, во-первых, и пациент чувствовать себя стал лучше, безусловно, но мы увидели и, да, по анализам, вот я здесь последние данные привела, мы видим, что практически все ферменты у него нормализовались, и, в общем-то, по МРТ мы тоже увидели достаточно хорошую картину, хороший ответ на антибактериальную терапию, хотя еще отдельные признаки воспаления сохранялись. Поэтому на очередном консилиуме было принято решение о возможности продолжить терапию по протоколу, но при условии продолжения и антибактериальной терапии. Ну, вот сейчас прошло две недели лечения, пациент посетил центр для очередных контрольных анализов, чувствует себя хорошо, печеночные ферменты в норме, продолжают получать и антибиотики, и терапию по протоколу. Если говорить о контроле и о алгоритме действий в тех ситуациях, когда мы встречаемся с иммуноопосредованным поражением печени, то, ну, с моей точки зрения, такой наиболее, так скажем, ну, не в смысле полноценный, а, наверное, подробный такой, и очень регулярно обновляемый алгоритм, они вот даются в Сесеновских рекомендациях. Вот, тем не менее, у нас есть сегодня и наши отечественные рекомендации, в том числе те, которые Ассоциация онкологов России ежегодно обновляет. Достаточно много количества статей и англоязычных, и русскоязычных, ну, в общем, таких ресурсов для того, чтобы понять, как действовать, да, как положено, как принято действовать, их сегодня достаточно. Ну, вот коротко пройдемся, если говорить о гепатитах. То есть я сюда отношу всю патологию, просто для, так сказать, краткости, всю патологию иммуноопосредованную со стороны печени. Значит, если мы вот здесь, кстати, по-моему, это с этого года, различаются ситуации, когда мы видим только подъем АСТ, АЛТ, и ситуации, когда мы видим подъем АСТ, АЛТ, сочетающиеся с подъемом билирубина. Пока сюда не включены подъемы других ферментов, но очень многие авторы подчеркивают неоднократно, что если мы видим подъем АСТ, АЛТ небольшой степени, но он сопровождается и подъемом щелочной фосфатазы, и подъемом гамма-глутамин-трансферазы, то надо более, так скажем, усиливать степень, как минимум при определении тактики лечения для таких пациентов. Но если речь идет только об изолированном, очень небольшом подъеме печеночных ферментов, а это у нас не более трех норм сегодня, то вот по всем рекомендациям мы можем продолжить терапию иммуноонкологическими препаратами в большинстве случаев, но, конечно, эти пациенты требуют более частого мониторинга со стороны ферментов печени. При второй степени уже, то есть подъем всего лишь навсего, 3-5 верхних границ нормы, но рекомендации нам дают уже, говорят о том, что мы должны отложить прием, вернее, отложить иммуноопосредованную терапию и начинать метилпроднизолон, пока еще в не очень высоких дозах. Ну и при существенном подъеме, третья и четвертая степень, даже изолированного подъема, это, как правило, основание для полной отмены иммуноопосредованной терапии, хотя у отдельных пациентов вопрос о продолжении может обсуждаться. Следующим этапом, если мы не видим ответа на стероиды, то еще одной возможностью у нас является добавление, не отмена метилпроднизолона, а добавление к нему селсепта в качестве дополнительной иммуносупрессии. Совсем другая тактика при одновременном подъеме и печеночных ферментов, и билирубина. Вот здесь уже подъем АСТ, АЛТ выше трех норм и одновременно с подъемом билирубина более полутора норм. Это уже основание и для перерыва, и для назначения сразу более высоких доз стероидов. Ну, просто дозы стероидов могут различаться. У нас есть возможность повышения дозы, если мы не увидели первоначального ответа. Я уже сказала, что это повышение может не работать при некоторых видах иммуноопосредственных гепатитов, но, тем не менее, низкие дозы пероральные, есть возможность перехода на более высокие дозы внутривенной, максимально 4 мг. Назначение... Галинина, президиум относится к вам с почтением, пиететом и симпатией, но фактор времени... Да, я понимаю. Ну, я, в общем, на это заканчиваю. Инфлексимаб, как правило, не используется. И что важно, что, конечно, вот эта длительность терапии стероидами, она будет отличаться в зависимости от того, какие дозы стероидов мы использовали, как длительно сохранялся подъем печеночных ферментов. И если это действительно высокие дозы стероидов, то тут 4 недель для снижения будет явно недостаточно, и иногда это время достигает и 8, и 6, и даже 8 месяцев. При билярном поражении мы можем использовать и антихолистатические препараты, которые здесь указаны. Есть в ансесеновских рекомендациях алгоритмы в тех случаях, когда мы можем продолжить терапию после нормализации ферментов, когда продолжение терапии не рекомендуется. Ну и еще есть тоже такое осложнение, как подъем липазы и амилазы. Несколько более спокойное к ним отношение, по крайней мере, если этот подъем не сопровождается признаками панкреатита. В том случае, если мы диагностируем у пациентов панкреатит, то, в общем, здесь мы откладываем лечение уже даже при второй степени этого панкреатита. Ну и в заключении, собственно говоря, заключение вот здесь у меня приведено, поэтому спасибо вам за внимание.